Что ей ху** стало? А той девочке хорошо было? Что ты смотришь на меня, обезьяна? Полицейские уводят женщину от разъяренной толпы. Она ромской национальности. Накануне в селе Лощиновка убили 9-летнюю девочку. Подозреваемый тоже ром. Жители решили устроить самосуд над всеми местными цыганами. Вот они громят один из домов. Полиция не вмешивается. После погромов на местном вече люди объясняют свое поведение. Конфликт с цыганами назревал давно. Ребенка забрали деньги, того еще что-то, того еще что-то, того обидели, того выставили на 5 баранов, того еще что-то, того выставили на 200 долларов. Люди боятся обращаться. Но это в обществе, оно накапливается, оно накопилось в большой-большой пузырь. А это дом цыганской семьи после погрома. Хозяева оценивают ущерб, собирают вещи. Говорят, поедут в Киев, в генеральную прокуратуру, жаловаться на своих односельчан. Куда мне сейчас идти с детьми? И как мне быть? Какое они право имели такое делать? Они имеют этого права делать? Нет, не имеют. Значит, если их не русские, когда что-то делают, никто не отвечает с русских. А чуть-чуть что-нибудь цыгане, значит, мы должны отвечать за всех. У дома дежурит местная полиция. Наблюдает за происходящим со стороны. Будем стараться охранять общественный порядок и сохранить имущество лиц ромской национальности, потому что они также граждане Украины. Односельчане и местные депутаты встретились с представителями цыганской диаспоры. Решили, все ромы должны покинуть Лощиновку. Коридор будет и сотрудников милиции, и спецслужб. Пускай заедут, заберут свое имущество и уедут. Мы сделали вид, что мы не заметили, как они отсюда пропали. И все. Мы продолжаем все дальше жить. Правозащитники осудили такое решение конфликта. Не могут быть люди по принципу национальности быть наказаны все. Так было когда-то с евреями во Вторую мировую войну. Поэтому так не может быть. В село приехали районные власти. Проследить за выселением. Законность депортации людей по этническому признаку не комментируют, но дают понять. С таким решением согласны. Спиртное не продавать. Для того, чтобы завтра спокойно можно было организовать вывоз людей и обеспечить безопасность как одной, так и другой стороны. Приехали и руководители областной полиции. Люди пожаловались на местных силовиков. Они не реагируют на обращения граждан. Полиция ответила – разберется. Если такие случаи будут, будут проводиться служебные расследования. Можно сейчас ситуацию смотрим по факту. И для того, чтобы здесь больше ничего не продолжалось, мы будем усиленно патрулировать. Здесь будут работать оперативники. Цель выявления каких-либо преступлений. Изнанные цыгане за вещами не вернулись. Никого из погромщиков не задержали. От пострадавших не поступало заявлений. Убийство ребенка, спровоцировавшее беспорядки, расследуется. Подозреваемому должны избрать меру пресечения. Все волатонане в настоящее время. Одесская область.